Привет, Исей! Сегодня мы с тобой поиграем в одну интересную игруху под названием Immortal Phoenix Rising. И лицемеры — все они. Эй, ты! Я тебя вижу. Подойди ближе. На помощь! Кто-нибудь! Спаси! Это не твоя вина! Ты жертва! Как всесмертные, сотворенные глупцами! И отражение в разбитом зеркале! Вот ваши боги! Это убило шестерых невинных детей, лишь бы унять свою ярость. Боги скулачны, завистливы и ревнивы. Они обманывают и убивают. Они жестокие, мстительны и эгоистичны. И, подобно Ахиллесовой бете, эти слабости станут тем, что их погубит. У меня нет изъянов. Все боги пали. Лишь один еще может помешать мне и обновлению Олимпа. Я заносчивый, подлый, глупый самоуверенный сын Кроноса, что заточил меня под землю. Он и только... Зевс! Как же я скучал, Прометей. Мой любимый братец. Ты приковал меня к скале и кормил орла моей печенью. Ну я же любя! Ага. Тебе нужна моя помощь? Тифон на свободе. Ты некогда тоже сражался на стороне Титанов. Так убеди его отступить. Не все так просто. Из-за него мой дар пропал. Я не вижу будущего. Ничего не видно. Ну же. Срази меня. Я не могу. Он отнял мои молнии. Он отнял все. Даже все остальные боги исчезли. Присмотрись к смертным. Присмотрелся. Эти злобные, глупые, вульгарные паразиты обращены мною в камень поголовно. А ведь какой-то злобный паразит вскоре спасет твой божественный зад. Согласен. Я по уши в навозе из авгиевых конюшен. Но смертные всегда были и будут ошибкой. Тогда может поспорим. Если я прав, то кража огня и моя помощь людям благо, а не проступки. Наказание кажется тебе несправедливым. Я от него подустал. Так ты согласен? Если прав ты, никаких больше орлов я тебя освобожу. Но, если прав я, ты поможешь мне остановить Тифона любой ценой. Ну что ж, пусть история Феникс станет мне искуплением. О нет, опять твои россказни. Долго еще ты будешь... Все началось в море. Корабль воинов возвращался домой с победой. Но в пути их застигла налетевшая пуля. Море вздымало волы. Слобно пенились волны. Граница между небом и морем исчезла. Огромные волны одна за другой падали в пропасть, глубокую, как сам Тартар. О, какие яркие образы! Еще бы. Суть в том, что корабль был обречен. Рассветное солнце касалось лучами выживших. Среди них юное создание, мечтающее о битвах, но не видевшее ни одной. Хочешь сказать? Ну вот, наконец-то нам дали образы управления. Сейчас нам нужно создать персонажа. Мы можем выбрать голос даже ему. Буря! Это сон! Мне надо проснуться! Да, давай, просыпайся. Короче, мы можем сделать пацана, можем сделать девочку. Но поскольку это клон Зельды, со своими там мифическими богами, со своими историями и т-р-р-р-п-т, короче, мы сделаем девочку. Потому что в Зельде мы играли за пацана, здесь мы будем играть за девочку. Цвет кожи у нас будет. Кожа цвета козьего молока. Это боги сейчас на заднем плане рассуждает, какой же будет наш персонаж. Послушаем еще что скажут. Божественный загар. Ага, вот это божественный загар. Кожа оттенка темных маслин, лучших плодов. Хо-хо-хо. А это вообще прям какое-то мифическое существо получается, а не человек с такой-то кожей. Даже боги молчат про этот цвет. Так, подожди. Цвет-то мы вернем. Цвет козьего молока. Вот, пожалуй, вот такое вернем. Лицо. А лицо у нас, ну, допустим. Давай вот это выберем. Лицо, что легко представить. Угу. Лицо, типа, фигаси. Фигаси, вот это. А вот это лицо можно оставить. Тут у нас нет комментариев. Как у птицы. Как у птицы. Так, давай, пожалуй, лицо фигаси оставим. Дальше, дальше. Причесочка. Волосы, как водопад на утесах Санторини. Ой-ой-ой, как завернули. Вот это прям викинг тема. Молчат боги. Пушок. Пушок. Ладно, давай вот этот вот вариантик оставим. Цвет волос, пожалуй, темный. Цвета коры. Цвета коры. Вот, пожалуй, цвета коры мы и оставим. Насчет рисунков. Особенности лица. Скорее всего, боги это комментировать никак не будут. Ну, давай вот такой вот оставим. Боевой раскрас. Насчет... Брови. Бровей. Как эго-нарцисса. Эго-нарцисса. Пожалуй, оставим. Насчет бороды. С бородой. Борода у девочки. Смотрится, конечно, это все забавно, но нет. Пожалуй, нет. Девочка у нас будет нормальной. Я думаю, что носим все. Мы продолжаем историю. Вон, я его ясно вижу. Средь воинов юное создание, мечтающее о битвах, но не видевшее ни одной. Рассказчик, но еще не герой. Феникс. Феникс. Что за имя? Феникс. Звучит так, будто глупая птица загорелась и вопит. Это просто смехотворно. Хотя, надо бы записать. Феникс проснулся на незнакомом берегу. Феникс. 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 живой но когда она закричала лохах и это просто эпично эпичное начало блин ну что делать надо голос как-то менять я уже у меня кутей давай закричи кричи как там лошадь а нет пола хак вот теперь нормально теперь можно играть со спокойной душой а то предыдущей героини точно не хватал бороды с мужским то голосом придется лезть наверх иначе не выбраться ну конечно конечно так разблокировано там что-то было ну чё полезли значит наверх конечно я вначале побегу налево потом направо как сказках это бывает а потом только прямо все ладно погнали доберитесь до вершины утеса боги-то мне будут рассказывать что-то там за спиной или все они пропали значит походу лезть надо прыгать мы умеем здорово полезли чё вот пожалуйста зельда начинается можно как-то ускорить это все дело нет прыжков нет почему-то пока что выносливость если кончится то я обязательно упаду она даже подсвечивается здорово ух ты ты видел там какая большая стату стоял феникс увидела лохага и братьев по оружию из-за игры света казалось что они машут ей и зовут к себе феникс ну же ты конечно не твой брат легерон но хоть чему-то я тебя научу держи щит и на сей раз не роняй а я тебя не видел да не слушай ты их это просто зависть не у каждого есть такой брат как у тебя лохак лохак ты не слышишь меня ты застыл что за колдовство ли герон где же ты брат мой феникс было безоружно беззащитно так ладно успокойся вспомни все чему тебя учили значит что я только сейчас увидел цвет козьего молока он у нас пропал я забыл его поставить ну да ладно будем значит загорелыми играть ну чё пойдем значит найдите оружие а можно вот а чё ты так орешь он же вроде бы нормально все с ним сейчас исчезнет пойдем глянем ворон появились зона задания пойдем возьмем мяч метчик взять у какой крутой ну давай дергай его уже ты всегда был моим героем моей звездой я верну тебя клянусь как ты его вернешь он статуя ё-моё почему разрушенная я бы не обрадовался если бы я был сломан и меня оживили без ног без рук феникс никогда раньше не держал этот священный меч подарок ахилла за храбрость в битве он лежал в руке как плитой словно был для этого создан меч ахилла что-то не так с твоим голосом у меня вот нет меча вот это взгляд феникс приготовилась к первой битве все боги замолчали я могу комментировать теперь свой бой значит атака мечом по всей видимости они не могут меня атаковать пока это идет обучение получать ой а как уворачиваться-то прикольно она меч подкидывает а вот и феникс наконец пригодились а вот как у ворот в принципе я мог сам до этого додуматься ребят смотрите как я могу попа еще вот так и оп кульбиты конечно не наворачиваю но по земле скользю о попал по мне нате а если какие-нибудь комбо добивающие типа ввозить голову меч о как они разлетаются красочно оттуда я наверное смогу осмотреться что опять наверх лезем ну ладно походу там кстати что то есть смотри он мигает ну полезли через реки о грибочке смотри найдено посланец богов что смысл я вижу столь большую статую гермеса кто ее построил перед лицом трудностей одна юная героиня была полна решимости спасти друзей воинов и брата шука пропустим эту часть нет я создаю нужное настроение да уж эти боги в моей голове точнее дикторы будут нас веселить всю дорогу походу ну а я уже почти залез наверх наверное хотя по моему лезьте лезьте еще вот грибочки я не знаю зачем они еще пока но по всей видимости я могу эликсиры делать какие-то тут или еду варить как линк какая честь наконец увидеть тебя лично но не говори другим о нашей встрече дома мне доставалось ведь я любила рассказывать истории они пока землю и в отряде было так же да они в историях ничего не смыслит ну вот наконец-то мы залезли на статую гермеса прикольно прикольно а можно на голову залезь дай попробуем главное в ухо не упасть нам же кстати на вершину то и нужно было то есть на голову залезь ух ты ух ты вот эта карта красиво красиво ладно давай осмотримся то был шаг навстречу своей судьбе тифон с каждым часом все сильнее а ты разглагольствуешь о смертной сразившейся лишь в одном бою не дразни меня прометей клянусь это воительница наше спасение если она не справится и тифон победит о зевс мир погрузится во тьму это храм аполлона если там есть оракул он поможет мне снять проклятие а грифон но их не бывает отпусти я сейчас нужно как-то добраться до разлома я обнаружил разлом как бы я и без этого видел что грифон летит туда зачем это ладно давай обнаружить обнаружено подземелье тартара так все выходим с этого режима да что ж такое они мне дадут собрать эту штуку там на руке или нет ой ой это всю карту нам показывают а на большущую слушай прыгните в пруд внизу оооо сейчас будет эпично но сперва сперва как же мне слезть как же тебе слезть конечно пруд мы в него сейчас обязательно прыгнем но сперва я надеюсь у тебя есть какие-нибудь парящие штуки чтобы ты не разбилась и не сломала кости на ногах давай слезай уже вот отлично куда ты крадешься то пойдем эту штуку заберем интересно что это такое вообще взять получена амброзия что это дивный аромат меда первого дня весны и первого поцелуя всего сразу фениксы до амброзии добровась прометей боишься зевс что проиграешь наш спор мне это все равно не впрок пока ну вот короче амброзия увеличивает запас здоровья нашей феникса и наш звучит как-то не по-нерусски короче нашей феникс я буду сокращенно звать феникс ну чё теперь наверное прыгать в пруд погнали у йог макарёк да это было стрёмненько кстати насчет того что мы быстренько доберемся до того чувака которого грифон утащил я сомневаюсь с каждым шагом феникс чувствовала тяжесть меча лиги рона то был груз ее ответственности ты отдал свой меч ему послушай а почему ты думаешь что ахилл должен был отдать меч тебе как подношение просто подношение от того кто глядел в твои глаза и говорил что ты особенный вот и все я положил розу на его нагрудник что-то в глаз попало продолжай все закончили товарищ короче в чашах лежал гранат я не стал его брать хотя наверное зря пойдем о грибочки пойдем нифига си кабан огненный погоди так это же этот наверное в миниатюре ганан ганан иди сюда сейчас его размотаю глаза на задницу а нет получать парировать еще могу у нифига си как вертухан мечом делать умею смотри смотри ганан ничего себе ганан сейчас офигеет металл богов оставленные слугами тифона словно тянула к феникс он будто хотел превратиться в нечто большее ты видел как я свинью в космос запустил ну ладно не в космос в небо да так бы сразу с гананом в зельде лан пойдем чё-то я куда-то не туда забрел я хотел это гранат все-таки взять смотреть что это и запутался в дороге в тропинке лава лава гранат вот ворон тут конечно тьма тьмущая ну конечно тут поле боя все разбито все разломно там где смертная плоть обернулась холодным мрамором гранат торжествовал утверждая силу жизни больно поэтично для того чем просто нужно утолить жажду разве не эта цель поэзии ну вот получается что гранат восстанавливает нам здоровье ну круто давай попробуем его съесть сейчас они нифига что-то не получается у меня видимо full full хп хорошо продолжаем идти к разлому а кстати еще гранат еще гранат тут видимо подношение какое-то было я надеюсь что я не вызову тут мифических богов которые на меня без ляция лидиков дальше знаешь что я думаю что тут мы не пройдем не нужно скорее всего вон туда на гору забраться а с горы уже прыгать туда в разлом мы таких чуваков можно сломать нет нельзя кто это сделал прометей хватит уже этих смертных соплей давай ближе к делу ладно вот это уже дело вот вы чё натворили боги твой здесь налево спокойненько бежал гранатик собирать а им тут сопли значит я разматываю скучным стало а пусты рубить могу здорово а фермер что заниматься могу интересно вот это я размотала размотала конкретный конечно идем гранатик соберем и наверное поплывем о чуваки или сюда биться с вами будут отрабатывать боевое искусство ну круто круто конечно не тут разлетается надо переплыть на тот берег прям бомбезно а тут что такое смотри пузырьки какие-то давай замернем у еще одна амброзия косерно хп мое растет а что это там на кораблях смотри молот какой-то чуть такое ладно пожалуй я туда пока не буду лезть а он там смотри что вот это вот это что такое надо бы туда залезть обязательно о как в зельде мальчи эти ставятся прикол поставил маячок мы туда обязательно сходим а пока идем в разлом 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 ски спасать чувачка он по-моему единственный выживший был меня там кто-нибудь слышит я иду топор сбери зачем ты это сказала феникс подошла к топору казалось тот звал ее неужто топор а таланты наверное подделка впрочем но прежде чем феникс смогла его взять топор затянула в бездну какая-то сила кто стучится ну ладно раз позвали пойдем зайдем чё бы нет прыгать правда туда очкова ну что поделать уху тут феникс и конец пришел в целом неплохая история признаться порой рассказ казался затянутым однако финалы правда хорош но ты проиграл мне пришла пора сразиться с тифоном видишь ли это еще не финал ой смачно она упала спина хандрос ох старость нерадость переход путь в бездну вот это я упал в расщелину и правда что это за место это тартар поведай же куда угодило феникс в тартар ужасную бездну куда я заточил тифона видно он открыл разломы в подземное царство мертвых когда сбежал мы оба это знаем скажи это так это то там скотина тебе не интересно нет продолжай тартар вот это что за штука такая интересная сюда можно встать и ладно короче рычаг можно повернуть еще для чего-то а это наверное чекпоинт наверное чекпоинт тут сейчас начнутся всякие испытания мощный вот эту штуку можно сломать нет такая змеиная стрёмная и там в ней яд течет светится который зеленый такой пока все хорошо пока без проблем но на самом деле как конечно смогу пройти то испытали там кстати смотри какие-то крылья есть классная штука но туда мы не допрыгнем час по ходу в обход все-таки придется идти так вот когда сказали что все это финал феникс мол упала в расщелину и померла и там в титрах генеральный директор зевс продюсер зевс это просто чума было так это чем я обращаю внимание я щас походу как эти боги буду всякую фильме унести сейчас мы доберемся до крыльев и будет все сказочно платформа то ездить смотри сейчас мы на нее запрыгнем опа успеем не успеем успеем кстати еще мы можем он туда куда потом сундук надо было туда сгонять или крылья взять так начали давай за сундуком все-таки сгоняем уверен там что нибудь интересное есть может быть топор точно топор засосала сюда сейчас посмотрим можно и вниз как-то спуститься вроде есть такие знаешь штуки деревянные как будто зацеп сейчас посмотрим нажимаем что-то активировал легкий переходик на ту сторону ну здорово чё в сундуке топор мощно она открыла его лишь зелье я нашел прикинь зелье то здорово сейчас пойдем за крыльями теперь спокойно преодолеваем все препятствия ну же шустрее платформа и так что-то все подзатянулась опа какие интересные штучей ну точно это крылья да возьмем что это крылья проведя по ним рукой феникс сразу заметила что из них будто вырвали несколько частей их кто-то сделал как они работают и работают ли сломанные крылья уже напялила ты посмотри чё лыбу давишь двойной прыжок сейчас попробуем прикинь смысле почти они нормально работают я сам шоке прикольная штука и я кунфу ангельские крылышки топорик 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 вот он топор аталанты стремительной и смертоносной героини павшей от руки тифона ты часто даешь людям новые обличия нужно бросать пить ну вот и топорик пригодился подождите где топор почему я мечом дерусь надо вот эту нажать кнопочку слушай ну топорик такой очень массивный мне кажется не тяжело тяжело им управлять они отлетают как мяч от гольфа а может быть закомбинировать все это дело можно комбинировать отлично шикарно получать не пошли они от не последний удар хотел вернуться но не получилось черт здоровье то у меня пошатнулась немного да что ж такое-то кнопки не жмутся как хочу хоп-хоп вот на ворот да блин не эти щитники бесит получил по заднице короче есть шкала оглушения еще если не успел прочитать и если ты будешь парировать и чё там отбивать атаки одна из моих молний до тифон тщательно спрятал их вот и все феникс станет пеплом лишь я могу обуздать молнию неужели круто ну так вот если я буду парировать и отбивать атаки то оглушение будет набираться и потом можно оглушить врагов забираем молнию копия молнии зевса быть не может мощь наполнила феникс слишком много мощи что что со мной такое прощай смертная и внезапно все прекратилось нет крылья поглотили молнию они созданы для полетов в грозу это невозможно и все же это лишь начало а